Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я Лапкин Игнатий Тихонович, мне 73-й год, православный христианин. И меня попросили прокомментировать выступления некоторых, которые нападают на православие. Но большая часть это относится к Невзорову. Я просмотрел на несколько раз, не просмотрел, а от корки до корки прослушал. Я уже ответил все. У него повторы и повторы идут по 3, по 5, 6 роликов. И уже они совсем одинаковые, ну 1-2-3 слова каких. Поэтому отвечать, тут я отвечаю здесь сейчас, сразу на 4 его ролика, на одной странице. Что учился в семинарии и говорит, убрать ноги со стола. У нас в стране 33% алкоголиков. Убрать ноги со стола, это значит священники так уселись, никого не признают. И так есть. Что-то в этом есть. Такой снобизм у священников. Едва-едва один класс семинарий кончат и уже разговаривать нельзя. Они, которые приводят, особенно молодые. Я смотрю на них, лютые волки. Ни Бога не боятся, ни страха никакого нет, ничего. И судят для священников-то, ну не за благие дела. Я сам прошел 5 тюрем, лагерь, и у меня опыт есть, как работать. И поэтому имеем доступ идти по камерам, встречаться. Мы много приносим им литературы, бумаги и чем только можем, помогаем. И встречаются священники арестованные. Встречаются. Ни одного еще там не было, который взят был за слово Божие. Думаю, таких в стране вообще нет. Я за это был. Но у меня приплели к политической статье, что я архипелаг ГУЛАГ распространял, начитал и брал интервью репрессированных. А эти 50 книг, которые златоусты, все пошли туда. Но я распространял и баптийское там, какие только у меня не были. Ярлопьеси, пропади, аудио. У меня все было в аудио. И вот здесь он говорит о бизнесе. Да доведите его честно, зарегистрируйтесь как коммерческая организация. Говорит о багентурной вертикали. Здесь ни одному слову противоречить нельзя. Если он вам это сказал, вы опустите глаза и помолитесь о нем. Помолитесь. Александр Глебович несет огромное-огромное давление. В первую очередь, кто-то его подпирает с той стороны. Какие масоны, где он кому подписан, я не знаю этого. Но это не сам по себе он делает. Ему это век это не надо. Он на последнем издыхании уже находится. Вы на его лицо посмотрите. В гробу, говорит, в гроб кладут краши. Ему это не надо. Он уже не смотрит правда, неправда, лишь бы в укор, папам, как мальчишка какой-то. А ты дурак, а ты сам такой. У него доводов-то никаких нету. Он знает книги, какие называют, их нигде нету. Никто не будет читать. Да и чего читать-то? Людей, которые в аду мучаются день и ночь, быть может. Скормили на 700 лет Россию. Ну, такие выражения, он говорит. Тоже есть о чем задуматься. Вольтерт сказал. Ненавижу ваши взгляды, но готов умереть за ваше право их высказать. Читаю. Деяние 26.2. Сария Гриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Я не могу сказать этого. И нет здесь Вольтера, безбожника антихриста, который уговорил бы безбожников или попов, священников дать мне право защищаться. Мне не дано. Вот за эти книги, меня неверующий ни один не клянет. Библиотеки берут, читают книги, эти воруют в библиотеке. Это говорит о спросе на них. А священники клянут. Пишут всякие кляузы. И при том ни одного слова не могут подтвердить. Мне 50 лет я иду этим путем. И 50 лет я кричу. Дайте мне суд право защищаться. Но вы судите не меня, судите книги, мои взгляды. Они меня не могут судить. Как один священник сказал на суде. Вас спасает ваша безупречность. То есть я ни в чем не повинен. Ни перед судьей мирским, ни перед таким. У меня нет ничего. Я фанатик, я иду, страдаю. У меня мечта, не мечта, это не хорошее слово. То есть желание такое есть быть со святыми, которые умерли мученически. Я исповедник, но не мученик. А уж как Богу будет угодно. Я не напрашиваюсь, не лезу. Сижу тихо. Ну и жизнь не тараканью веду. Кое-где вылажу. На разных конгрессах, конференциях. Дальше. Хорома построенная. Такая колокольня. Я говорю, зачем это все? Ну как, это благолепие церковное. Да какое же это благолепие? Кому оно нужно? Большой зал. Такие столы. Ну можно я приеду? Можно. В один день наполняем полностью, все за столами сидят. Как у апостолов было. Люди будут сидеть, писать и заниматься. Я где вот приезжаю, допустим, адвентисты, седьмого дня, там тогда были пятидесятники, называется. В пять утра мы только заканчиваем беседу. Встает пресс-фитер и говорит, я перехожу в православие. Одной беседы достаточно показать красоту православия. Но я не могу показать на деле, где это воплощается. Я теоретизирую. Теперь мы можем показать. Вот наши две общины. Теперь конкретно мы говорим. Но у нас правило такое, никого нельзя к себе приглашать. Только по просьбе его, по ходатайству с чем-то мы разрешаем один раз посмотреть. Нам нельзя звать к себе. У нас записано это. Мы должны жизнью показать, а не заманывать, не агитировать. Не вербовать. Это у всех такое есть. К нам, к нам, к нам. А у нас наоборот. Мы запираем двери, еще часовой во дворе ходит. Чтоб чужой к нам не пришел. А если уже кто приходит, ну, должен одеться по форме и все проще. Когда обвиняют тот-то лжец, я спрашиваю, кто? Говорят, которые с невзором, и тот лжец, и те, которые говорят. Вот сидит там Игумен Сергий Рыбко. Прости, Господи. Ну, с такой физиономией выходить, ну, понимаете, это такая конфигурация-то не вписывается ни во что. Килограмм пятьдесят жиру лишнего. Зачем? Я всегда говорю, лучший, кто миссионерствует у нас здесь, это Олег Стеняев. Но только за свою комплекцию, за то, что не постится, то есть, от поста такой же не может быть, уже на народ не вылез бы. Ну, вот у нас был батюшка здесь. Рост у него был метр шестьдесят восемь, кажется, метр семьдесят. Сто пятьдесят три килограмма весу. И не сказать нельзя, и сказать больно. Люди говорят, вот отожрался на дармовых харчах. Ну, зачем это нужно? Паститесь. Учитесь паститься. А у нас есть учительство у кого? Смотри на святых. Бери жития святых, считай. И когда Невзоров показывает на вас по толстой животы, говорит, жирные рожи, ну, он прав, не обижайтесь на него. Нам он не показывает это. Вот я приезжаю у отца, выступая там, у отца тогда было это, Дмитрия Дудко. Он говорит, вот смотрите, приезжают с Игнатием какие, все тонкие, звонкие и прозрачные. Вот посмотрите, вот отец приезжает, Геннадий Фас, бывший минонит, преподаватель Томского университета. В моем доме он стал православным, теперь магистр богословия. Он стоит как былинка. Вот, ну, я не знаю, где он встречался бы или нет с Невзоровым, но Невзоров ни слова не сможет ему сказать никакого. Все его обвинения пройдут мимо его. Какой он кроткий, какой смиренный, как он выглядит. Ну, он выглядит картинно. В сравнении с нашими, которые священники, да Виссарион-то лучше выглядит. Вот из всех, которые выступают, ну, лучше, более презентабельнее. Дворкина Александра Леонидовича никого нет. Он мне ни друг не брат, ну, внешне хотя бы, ну, соответствуйте иконному лику. Вот, ну, этого рыбкова поставили. Вот сидит здесь, он даже не поднимется, наверное, сам. Я не обвиняю, просто говорю, ну, будьте внимательны. Ну, нельзя так на позор выставлять, что никаких умных людей нет. Зачем же вытащить эту тушу туда? И перед всем народом он сидит. Ну, Бога не боитесь. У человека беда. Обжирался, спал много. Чтобы такую тушу нажить, надо четыре качества иметь. Обжорство в несколько раз. Второе, безделье, быть ленивым, бездельником, паразитом. Третье, много спать днем и прочее. И четвертое, быть безразличным. То есть, это где-то моя хата, с края я ничего не знаю. Вот четыре качества. Он никогда не взволнуется. А Павел говорит, кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся. Он умирал за каждого. Этот рыбко не будет умирать по комплекции. Я слышал выступление однажды Олега Синяева. То ли в Чечне, или где его остановили, заподозревали, что какой-то в торсе. Было там один священник, бывший сотрудник КГБ, со своим документом попал, его казнили. Анатолий-то. А тут, который старший, там кто-то у них в Чечне, открыл дверь. А тут его лицо. О-о-о, красная рожа. Это настоящий поп. Да еще, если он не трезвый, пропускай его. Ну, вот качество. По каким качествам узнают, что это не поддельник какой-то. Это настоящий поп. Вам не стыдно это? 1 Петра 3.15 Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы, всякому требующему вас отчета, вашему пованию, дать ответ скротости и благоговениям. Бывает, где-то сидит один, говорит, Александр Глебович, ну я там не знаю, как они делают, вот как иконки появляются. Один, говорит, второй, третий друг другу, да мало ли еще рукой что-то колотят. Вы выглядите не лучше Невзорова. Он вас перебивает. Я посчитал, где вы перебиваете его примерно в три раза чаще, когда он говорит. Возьмите шахматные часы. Один, говорит, другой, а который лишний, говорит, ну кафедра должна быть такая, чтобы пол проваливался, как вот Саддама Хусейна казнели, там пол провалился, голова дернулась, голова почти отлетает. Так и здесь. Лишнее говорит, чтобы с кафедры пошел вниз. Все. Он оттуда вылез, кафедру опять поднять другому. Такие говоруны есть. Есть такая книга отец Арсения. Там один выступает. Вы, папы, привыкли, как профсоюзные деятели, болтать? Я Александру Меню сказал как-то. Батюшка, вот если бы дали священникам место сказать-то, могли бы, ой, Игнатий, хорошо, что не дают. Такого петуха дали бы. Я в дальнейшем все это увидел. Действительно. Не только петуха дали, а в петухов можно превратиться. По поведению Александра Невзорова, сейчас седьмая, говорит о Левашове Николае, но ни туда, ни сюда. Ну, почему он умер-то, почему бы не сказать-то? Какая его энергия прошибла? С такой тушей тоже был. Второй там генерал был, Петров. Где он? Почему они внезапно все умирают? Я предупредил, как бы, чтобы передали Александру Невзорова, связи нет. Над ним опасность. Он может разделить их участь. Отчего я не знаю. Я вообще не имею сведений. Но знаю, если столько неправды он, как говорят, гонит, то так просто перед Богом не останется. Многие просят, чтобы Господь этот зловонный источник закрыл. Вы много говорите против Христа, против причастия, особенно кусок мяса и прочее. Без наказания это не останется. Притом, из одного ролика в другой вам это нравится. Кто-то за язык тянет. Это приговор вам. Потому что вы коснулись самого святого, и нить может быть оборвана. Внезапно, когда это случится, люди будут спрашивать, как вы знали? Я ничего не знаю, повторяю. Я никого не убиваю. Я только говорю, что я здесь живу, и на меня сильно наезжали здесь разные. МК на Алтае, московский комсомолец. Разные-разные были. И разгром был ужасный. Одни порезаны, другие убиты в течение одного года. Никого нету. Это Бог так делает. Потому что я никогда за себя не мщу, только молюсь, Господи, не трогай. Меня даже прокуратура краевая спрашивала, что это делается. Все, кто против вас выступали, профессора, ну он сидящий образ жизни ведет. В подъезде настигли и ножами резали ему не грудь, ничего, а задницу. Всего. Почему? Александр Самольцев найден в подвале убитый. Почему? Я не могу ответить. Я молюсь только за них, чтобы этого не было. Так что, ну, не переходите эту грань. А вы давно ее перешли уже. Вы говорите, что мозг одинаковый у всех. Это я не могу сказать. Одинаковый, не одинаковый. Не в мозге, а в душе. Ум. Иисус был раввин. К нему обращаются равви. Что обращаются равви и раввин, это разница. Меня тоже называют отец Игнатий. Я не отец. Я не отец. Я всех останавливаю. А какое у вас звание? А что вы заканчивали? Ничего не заканчивали. Ну не говорите. Папа и врагушки видать. Еще говорю. Ничего. Я все постигал самостоятельно. Я техническое образование имею. Строитель. И всю жизнь проработал на стройке. Так что, Бог дает это. Первое. Коринфия 4.15. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Я могу показать на десятки, может сотни людей, которые Бог родил через мое благовествование. Но я не называюсь отцом. Нет. Один у нас отец, который на небесах. Дальше. По поведению от Александра, часть 9. Дальше. О распространении мощей. Это я уже объяснял, что я против того, чтобы мощь развозили. И он говорит, гастролирует с цинизмом. Материальное средство собирает. Да. Так. Это безумие. И это торгаши монахи. Монахи греки. Они вообще по природе торгаши. Они табак сюда завозили. Задолго до Петра. Их повеление было от Алексея Михайловича вылавливать. И ссылать ловить соболей. То есть Сибирь. У них так. Епископ курит. Подошли благословяться. Он папиросу, говорит, положил. Благословил. И все. У нас пока еще вроде бы этого нет. Но курящие священники есть, конечно. Садиться в машину. Шофер рассказывает. Ну гони скорее. Это уже скорее закурить надо. В алтаре в одном больше ведра только окурков вытащили. Это все, конечно, бьет по им, а не по нам. Я этого не знаю. Я просто стою в храме, молюсь. Когда меня спрашивают, как вам мешала советская власть и КГБ. Я отвечаю, никак. Они меня сделали известным. Меня пригласили в США. Я проехал. Проповедовал. Никак. Они не запрещали мне поститься. Они не запрещали мне отбывать сроки. А даже помогали в этом. Не запрещали мне совершать молитвы. Частое днем и ночью. Проповедовать слово Божие запрещали. Я все равно проповедовал. Они не властны были надо мной. И они мне помогали идти в Царство Небесное. Тем более нынешняя власть. Кто не знает, я очень много занимался этими вопросами. Подобной свободы, вот как лет пять назад было, сейчас уже меньше, никогда в России не было. Никогда. Да и в каком государстве было, я назвать даже не могу. Нигде. И эту свободу попы пропустили. Бросили с храма, деньги, деньги, деньги. Это был опрос у американцев в школе. И спросили девочки, что самое главное для тебя. А она ответила то, что каждой женщине. Это хорошо, чтобы она выглядела, маникюры все сделать и мужчина. А для мальчика, мальчик ответил, деньги, деньги, еще раз деньги. Так вот, похоже, что сегодня в церкви именно вот это и есть. Если бы священники сегодня по всей строгости стали исповедовать, у них исповедовать негде было бы. У меня брат священник, фотоирей. Ну, в одном городе он был. Ну, и там еще и священник говорит, очень много сегодня готовится к причастию, с вечера исповедь. Ты помоги мне. Ну, и перед ним стоит там 120 человек. Ну, брат мой вышел и сразу сказал, кто не поселся, можете отойти, я их исповедовать не буду. Человек 40 осталось. Все пошли. Хоть один день вы нарушали посты, вы православные. Дальше, вот я гляжу, стоят бритые, которые бритых не исповедую. Отошли, осталось там человек пять. Все, исповедовал их. А то у нас времени нет, не времени нет. Занимайтесь чем надо. У священников время больше глаз. Никакие вот эти заказные молебны не совершайте. Не отпивайте грешников. А отпивайте, машины освящаете. Единственная причина – деньги. Жадность, корыстолюбие и трусость перед вышестоящим. Дальше. Ну, сравнивать с Лениным, он говорит, как один из сушеных товарищей. Это с лозунгом выходила Новодворская Валерия и говорила, Зюганов, забери свою воблу из мавзолея. Я за справедливость. Это в фильме «Зона» там говорится. Я не за кого, я за справедливость. Справедливость во Христе. Дальше. По поведению. От Александра Невзорова. Часть десятая. Разбираем. Все время упоминает о Чаплине в рясе. Что он не может преодолеть свою сектантскую сущность. Не опровергаю. Остервенение всегда при них. Абсолютно точно. При одном моем имени, при упоминании моего имени, они в бешенство приходят. Вот особенно здесь сейчас Кемеровская епархия летует. Манкурты. Самое настоящее. В глаза не видели. Ничего не знают. Ты лгут, что я где-то ходил, продавал книги. Нигде, никогда и бесплатно отдаем. Из книг, которые я издал, примерно 95% даром раздаю. Вот только это прошедшее лето мы подарили на 3 миллиона 150 тысяч книг. Евангелие покупаем, складываемся и все раздаем бесплатно. Дальше. В театре там роль определенная, как и здесь это говорит. Патриархия у него тут, конечно, не задремлет. Но что патриарх запретил с ним встречаться, не знаю, верно ли это или нет. Ну, если одно и то же, то с чего зря ходить-то? Я вижу, у Невзорова у него почти одно и то же идет. Ничего больше нет. Не трожьте его. Дайте ему отдохнуть, говорится, свободно помереть. Чтоб душа только не погибла. А учителя учат, а глянуться не хотят на свою организацию. Согласен. Педофилы в рясах. Не знаю, не видел. Мне почему-то кажется, что слово педофила искаженное. Педофилы, любить ребенка. Ну, я занимаюсь с детьми 40 лет. Начальник детского лагеря. Я люблю детей. Выходят, поэтому попадаю в это же самое. В это слово. Назовите как-то по-другому или как-то. Если любить ребенка, это педофилия. Это все в отрицательном смысле только. Надо переориентироваться на другое. В другом не подозревать то, что не доказано. И вот на меня нападают. И вдруг какой-то священник с Нижнего Новгорода и говорит. Его спрашивает. Батюшка, кто такой Игнатий Лапкин? Он говорит, информации мало. Тогда было мало. А сейчас там 960 роликов наших, про нас роликов. 960. Наши собрания везде. У Невзорова ни одного я не видел, чтобы с кем-то он был. Только в этих вот гнусных перепалках. И он говорит. Вот Игнатий насчитал у Златоуста. Это в его пользу говорит. Да, Библия. Везде его слышно. По всему интернету он начитал. Я дважды начитал. В его пользу. А больше ничего нет. Давайте воздержимся, чтобы не согрешить. Вот какие батюшки еще и есть. Игнатий всех улетели. Черные сотни. Я их называю чертова сотня. И все они утихли. Россию готовят кровавую баню. Это черная сотня и все такие, кто поддерживает их. Лжепатриоты. Дальше. Он говорит, что не хотят платить налоги. Свечка полторы тысячи процентов. Я вижу, как рентабельный только героин. Тысяча шестьсот. До двух тысяч процентов. Он еще не все знает. И Чаплин, вижу, как сразу такой взор у него недобрый. Почему? Я никакой, как говорится, духовный процесс я у Чаплина никогда не видел. Как готовность как будто укусить каждый раз кого-то. Ну, даже нисколько не лучше, чем у Невзорова. Но остановитесь. Извините на другого, с кем беседуете. По пристальней. Может быть там что-то есть. В моей жизни не встречалось людей, от которых я не мог что-то бы взять полезное. Всегда. Попав к мусульманам, я сразу начинаю изучать их языки. Попал там, азербайджанцы были, узбеки, туркмены. Я сразу три языка начал изучать. Чтобы с ними беседовать. Какие же они хорошие. Но ленивые ужасно. Я приехал в Латвию, уже через три месяца по-латышски разговаривал с ними. Какие они добрые, какие они работяги. Сказали, мне нужно ехать в Грузию, я дорогу уже покупаю, учебник. Сколько же там хорошего. Мне один грузин задал вопрос, Данелия. И он говорит, а вы знаете, в каком государстве евреев никогда не гнали? Я говорю, да везде всегда гнали их. Гнали. И не без причины. Если бы нормально себя вели, наверное, это бы не было. Их принимают как гостей, они тут же все захватывают, как Гоголь описывает, причины какие. Но их нельзя гнать. Это неприкасаемый народ Божий. Вот тут даже так-то вы не знаете все. Я говорю, а кто их не гнал? В Грузии не гнали. Я про Грузию мало знаю, может быть и так. А зачем я буду спорить? Не надо спорить. Я даже прочитал про какого-то долгожителя в Дании, кажется. Ну и пришли к нему журналисты расспрашивать, чем питался, как жил. Ну он говорит, я никогда не спорил. Да вы что, не может быть. Он говорит, может быть и так. То есть надо полезное взять и спорить. Спорить тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает. Я один раз возвестил, но два раза больше не буду. Еретика после первого-второго разумления отвращается. Если бы здесь был Недзоров, он для меня абсолютно неинтересный. Как обмолоченный сноб. Там ничего нету. Чаплин мне неинтересный. Осипов интересен. С отцом Олегом Стеняевым мы ехали в поезде, беседовали. Много интересного, много ездит. Но не осудите, что я вам говорю. Просто у меня навык такой. Я ничего там взять не могу. Но я бы постарался дать им. В чем они нуждаются. Вот это сокровище. Ко мне приезжал сюда, вот в это помещение. Тут был Андрей Кураев. У него все мои книги, я их подарил ему. Вот. Что будут, говорит, сжечь. Надо не забывать, что будет еще суд Божий, где нас ожидает всех. Испытание река огненная. Через нее пройдут праведники. Воссияет как солнце, а грешники как головня. Так толкует Ефрем Сирин. Даниила, 12 главу. Богу нашему слава вовеки. Аминь.